Как вы оцениваете результаты военных действий с 27 сентября? Каковы потери сторон и много ли пленных? 27 сентября Азербайджан подвесла очередной атаке армянских вооруженных сил. Это уже была не первая атака за последние три месяца. Подобное что-то, но в менее масштабных пропорциях, состоялось в июле на государственной границе. Тогда эта атака была отбита. Затем в августе, когда была заслана диверсионная группа со стороны Армении для того, чтобы совершать теракты против мирного населения и против военнослужащих, и глава этой группы был задержан, он дает показания. И в конце сентября также наши населенные пункты подверглись артиллерийскому обстрелу. И в первые же часы у нас были жертвы как среди мирного населения, так и среди военнослужащих. На сегодняшний день у нас 43 погибших среди мирного населения и более 200 раненых. Около 2000 домов в селах и в городах, которые прилегают к линии соприкосновения, либо полностью разрушены, либо пострадали. К сожалению, артиллерийские обстрелы со стороны Армении продолжаются и после согласования параметров прекращения огня, в том числе варварская бомбардировка города Гянджи, в результате которой погибло 10 мирных жителей и ранено около 40. Что касается потери на поле боя, то по нашим данным потери армянской стороны намного выше, чем наши потери. Мы о своих потерях среди военнослужащих будем объявлять по истечению такой горячей фазы конфликта. Что касается результатов боевых действий, то они очень успешны для азербайджанской армии. Нам удалось прорвать глубоко эшелонированную оборону противника. В некоторых участках существовало даже 4 линии обороны. Ну и сам рельеф местности, горный рельеф, конечно, делает защиту намного более удобной, чем контрнаступление. На сегодняшний день от оккупации освобождены десятки населенных пунктов, в том числе город Джабраил и большая часть сел Джабраилского района. Абсолютное большинство сел Физулинского района. Поселок Сугоушан, который имеет стратегическое значение. Мы выбили оккупантов с стратегических высот на горном хребте Муров-Даг. И продолжаем успешную операцию по восстановлению территориальной целостности своей страны. Как вы оцениваете результаты боевых действий с 27 сентября? Каковы, на ваш взгляд, потери сторон и много ли пленных? Ну, вы знаете, конечно, очень сложная ситуация сейчас в районе боевых действий. И, конечно же, очень много жертв с обеих сторон. И армия самообороны Нагорного Карабаха держит оборону, организует оборону. И ситуация, в общем, я могу оценивать как довольно-таки сложная. То есть, как-то оценить потери сторон и количества их пленных пока не удается? Многие эксперты говорят, что это беспрецедентная по своим масштабам война в 21 веке. Потому что тут задействованы все виды вооружения. Танки, беспилотники, самолеты, вертолеты, бронетехника, артиллерия, ракетная артиллерия и так далее. И очень много солдат и войск вовлечены в эти военные действия. То есть, это очень масштабные, жестокие бои идут. И на данный момент армия самообороны Нагорного Карабаха держит оборону. И фактически мы можем сказать, что планы Турции и Азербайджана блицкриком взять под контроль Нагорный Карабах провалились на данный момент.